На ведвании периодичных выданий областного центра наместника министра информации Республики Беларусь Владимиром Матусевичем началось с газеты «Советский район». Сегодня она крыстается великой популярностью, бо постоянно развивается и удосконаливается. Сбор информации, размова с насельством, пошук цикавых тем. Усюг это необходимо для того, как раз на тыдень выдавать новый, свежий и оригинальный номер. Журналистам газеты доводится працовать над самыми разными материалами. Приоритет близким до читача темам. До прикладу рубрика «До поможите разобраться» светляет звороты громадян. Кожный тыдень редакция оформляет отриманные звороты и накеровывает их на разгляд у мясцовые органы улады. Еженедельно такой перечень вопросов передается на главный свод всех обращений в течение недели, которые будут. И все это находят в рубрике «Вопросы-подветы». За год мы публикуем в этой рубрике более 50-40 вопросов. Не обмену увагой Владимир Матусевич и одно из самых молодых, али вельми запотребованных и перспективных выданий областного центра газету «Гомельские ведомости». Ее креативный и творчий коллектив так само добра ведая, чем вздевить и притягнуть с ужасного читача. «Гомельские ведомости» – это не просто друкованное выдание. Хучая интерактивная пляцовка для реализации смелых новаторских идей. Супрацовники редакции проводят выставы, конкурсы и разные иншие мероприемства, накерованные на промыкантакт со своей читатской аудиторией. Одна из последних – оружие победы, которое мы представляли на улице Ланге в День независимости. Сначала этот проект был реализован на страницах газеты, а затем эти же фотоснимки смогли увидеть тысячи горожан. Вместе с редакцией «Советский район» и «Вечерний Гомель» проводили акцию «Гомель-этоты», когда на банере 20 метров были размещены порядка 3000 фотографий гомельчан, случайно попавших когда-то в кадр, и каждый мог найти себя и получить за этот приз». Подчас наведывания периодичных выданий областного центра, Владимир Матусевич отзначил, что районные и городские газеты заусюда трымают руку на пульсе самых актуальных подзей, что отбываются на территории, которую они охопливают. Журналисты, в свою очередь, глубоко усибакова, неабыякова, из-за особливой затекавленности имкнутся осветлять материалы про людей, которые проживают по бажзиме. Социальное пытание показывает, что мясцовым сродкам массовой информации насельничество все не доверяет и мает у них потребу. Про это свечисть и досыть высокие таражи городских и районных выданий. До приклада газета «Гомельские ведомости» выходит таражом больше за 20 тысяч экземпляров. Советский район – амаль 9 тысяч. Это значит, что есть читатели, это значит, что есть аудитория, это значит, что есть и качественные, интересные материалы, есть и неравнодушные журналисты, которые своей работой привлекают читателя, которые работают интересно, творчески, современно. И, безусловно, сегодня у прессы есть будущее. Другое дело, что, наверное, печатная пресса, в том числе региональная пресса, она должна сосредоточиться не только на новостных материалах, но и на аналитических, глубоких, интересных, авторских, журналистских, качественных материалах, которые, может быть, не только один раз можно перечитать, но и вернуться к ним. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, Телерадо, компания «Гомель».